МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Где раньше работал Айдор Смолыбаев и как его встретили коллеги из Акмолинского региона? Чуть позже об этом расскажу вам я, Оксана Матасова. Аким Акмолинской области, Ермик Маржикпаев с рабочей поездкой посетил Зерентинский район. Я об этом подробнее через несколько минут расскажу вам я, Марсултан Играев. На прием к Акиму области граждане идут не только с проблемами, но и с необычными предложениями. Подробнее расскажу вам я, Мадина Смогулова. До конца года все населенные пункты с населением более 250 человек будут обеспечены высокоскоростным мобильным интернетом. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев на приеме у главы государства Касамжемарта-Токаева. В ходе встречи Касамжемарту-Токаеву было доложено о проводимой работе по автоматизации государственных услуг, развитии телекоммуникационной инфраструктуры, инновационной экосистемы и человеческого капитала, о цифровке отраслей экономики. Также президенту Казахстана приинформировали о проводимой работе в области цифровизации городов и информационной безопасности. В завершении встречи Касамжемарта-Токаев дал ряд конкретных поручений Аскару Жумагалиеву. Глава государства Касамжемарта-Токаев поручил правительству принять исчерпывающие меры с целью защиты здоровья казахстанца в связи с коронавирусом. Распространение коронавируса по миру приобретает угрожающие масштабы. Правительству поручено принять исчерпывающие меры с целью защиты здоровья наших граждан без нанесения ущерба деятельности госучреждений и хозяйствующих субъектов, отметил президент страны. Назначен прокурор Акмолинской области нового руководителя коллегам представил заместитель генерального прокурора Республики Казахстан Булат Димбаев. Приказом генерального прокурора на должность прокурора Акмолинской области назначил старший советник юстиции Айдо Смайлыбаев. Заместитель генерального прокурора Республики Казахстан Булат Димбаев представил коллегам новоиспеченного руководителя ведомства и пожелал успехов на новом месте. Помощника прокурора района до начальника департамента генеральной прокуратуры. Был прокурором Трамбунского района, Хордаевского района, Панфиловского, руководил прокуратурой Панфиловского района Аматинской области. Курировал все направления отрасли прокурорского надзора. Аким Акмолинской области Ермек Маржакпаев также поздравил Малыбаева с ответственным назначением. Добавим, что до назначения Айдос Майлобаев работал в должности начальника департамента генеральной прокуратуры. Оксана Матасова, Павел Соловьев, Кокщак, Парад. В Зерендинском районе будет отремонтирован ряд социальных объектов. Об этом стало известно в ходе рабочей поездки Акима области Ермека Маржакпаева. Подробнее в сюжете моего коллеги Нурсултана Ибраева. Село Симферопольское Зерендинского района имеет хорошие перспективы для развития. К примеру, здесь реализуются два крупных проекта. Один из них ТО «Кос Ель Агра». В прошлом году в хозяйстве построена зерносушилка на 54 миллионов тенге и очистительный комплекс для масличных культур на 35 миллионов. В целом за последние три года приобретено техники на 1,1 миллиарда. Второй инвестпроект – молочно-товарная ферма компании «Милк Проджект» на 350-400 голов КРС. В прошлом году в рамках программы экономики простых вещей предприятие получило кредит в 300 миллионов тенге. Цель – пополнение оборотных средств и покупка доильного оборудования с полным циклом автоматизации. «Подприятие великолепное, умное доение. Вот такое инновационное, в нашей области вы понимаете, что это штучная технология, поэтому здесь все должно включиться, все должно работать. Все должно, по сути, работать на конечный результат. Тем более, скажу так, рынок сбыта для вас, он такой огромный. У вас варианты даже экспортный потенциал вывозить в Омск. То есть у вас вариантов для реализации продуктов очень много. Это рабочие места создаете здесь, налоговая база увеличивается. Ну и в целом, это же позитивно, когда подпятят класс, но оно должно работать». Дети должны учиться в достойных условиях. Побывав в местной школе, Аким принял решение о ее реконструкции. «Перспективы есть, поселок растет, дети растут, занимают спортом. Чемпионка республики здесь у нас есть. «Есть». «Есть чемпионов по борьбе». «По борьбе есть». «По борьбе есть». «Вот давайте мы с учетом всех вот этих делов, и тренер есть на борьбе, да?» «Да-да-да». «С учетом этого всего, мы давайте новую спорта построим». Еще одна школа, которую посетил Ермек Маржикпаев в селе Чаглинка. Сегодня на ее капитальный ремонт требуется почти 300 миллионов тенге. «Вопросов очень много, поэтому будем делать ремонт. Вот такое решение. Пока 150 миллионов даем. Как начнете, после этого еще будет добавление денег в средства. Ну и по оснащению посмотрим. После этого уже. Ну, ваша задача, я знаю, что вы неплохо работаете. В принципе, коллектив у нас такой заточенный на успех. Но, тем не менее, в новой школе придется по-другому работать. Мы оснастим вас в кабинет новой модификации, поддержим вас. Но вы должны и обязаны работать над собой. Это очень важно и нужно». Предстоящая весна обещает быть экстремальной. Глава региона проинспектировал заградительную насыпь от реки Чаглинка. Ее протяженность 800 метров. В марте прошлого года ее укрепили. В общем, было завезено 650 кубометров щебня. Работа будет продолжена. Аким также проинспектировал работу котельной в Чаглинском высшем агротехническом колледже. Принято решение о ее выносе. «Почти 100 миллионов тенге, получается. Даем в этом году. Ну, задача, чтобы вы катапитную сумму сделали. Сделаем. Сделаем, без проблем. Давайте. Все должно соответствовать хорошему качеству. Образованию». «Всех». Ермек Маржикпаев также ознакомился с работой центральной котельной в райцентре «Зеринда». Ее модернизация проводилась в экстренных условиях. «Видите как. Это все то, что мы, как говорят, зиму летом прокруковали, а зиму занимались модернизацией ремонта котельной. Так не должно быть. Это очень плохой пример для подражания». В Зериндинском районном доме культуры занимаются не только творческие коллективы, но и тренируются будущие чемпионы. Акимом области принято решение выделить деньги на ремонт зала. Руслтан Ибраев, Ермек Махмедов, Жахангер Мукамбетов, Кокщиев, Парад. На прием к Акиму области с конкретным предложением. Горожане озвучили свои идеи по благоустройству областного центра, созданию аллеи, внедрению фандоматов. Конечно, на такой прием приходят порой с последней надеждой. Особенно, когда вопрос касается земли. «Мы на берегу озера Копа. Авторский эскиз по развитию прибрежной зоны нам показывает Валентин Жулин. Денег ему подчеркивает не нужно. Создавая этот план, руководствовался только тем, что растущему городу необходим акцент на озере. По проекту Валентина Иннокентьевича, вокруг Копы должны быть не только пляжи, но и зоны отдыха, спорта, аллеи и подром. Чуть дальше Лебединое озеро. Бывший спортсмен, строитель и целинник предлагает освоить заброшенный солончаковый участок. Нужно зону отдыха сделать около сопки, с северной стороны озера, где будут расположены городской детские и взрослые пляжи. Кругом озера сделать водоохранную зону 50 метров, внутри сделать пешеходную дорожку вокруг всего озера и обсудить его деревьями». Со своим проектом Валентин Жулин пришел на прием к Акиму области. Идея немного перекликается с намеченными работами по благоустройству набережной, отметил Ермек Маржикпаев. «Мы начинаем строить набережную в стране. Уже деньги выделены, уже работы начались. Это я знаю». «Да». «То есть вот здесь вот, как вы говорите, 25-30 метров у нас пойдет дорога. По грузту, по стандартам». О развитии города и его благоустройстве говорили и другие записавшиеся на прием. Ирина Нус озвучила несколько предложений. Например, она предлагает внедрить в обиходе фандоматы. Это такие терминалы, которые принимают пластик и пластмассу в обмен либо на деньги или чек. «По направлениям отработаем теперь. В принципе, нормальные предложения, нормальные варианты, чтобы упорядочить наши мусорные дела». В топе актуальных проблем все так же жилье и земля. Большая делегация пайщиков пришла на прием к Акиму области. Это жители Зелендинского района. Порядка 115 человек желают выйти из состава одного из хозяйств. Как говорят сельчане, местное товарищество не выплачивает земельные паи. Есть внутренние разногласия, судебные тяжбы. Бесконечные споры длятся несколько лет. Акимобластер Микмаржикпаев поручил Акиму Зелендинского района Бауржану Гайсе держать ситуацию на контроле. «С Акиматом района мы отдельно будем заниматься, будем добираться. Комиссия будет создана. Комиссия выйдет, комиссия все обследует. Это я вам обещаю. Это один вопрос. Второй вопрос. Давайте вместе подготовимся к суду». По всем озвученным нареканиям и предложениям Акимам даны конкретные поручения ответственным ведомствам. Мадина Смогулова, Василий Бережников, Павел Соловьев, Кухши Акпарад. В партию Нур-Отан приняты семь человек. Парт-билеты им вручил председатель областного филиала Ермек Маржакпаев. Один из новобранцев – поэт Мухаммед Конкаев. Молодой Акын хочет наладить связь между управительством и деятелями искусства. Руководитель школы Акынов отмечает, необходимо воспитывать в молодежи чувство патриотизма. «Казахстанцы должны принимать участие в городских, региональных, общественных мероприятиях. Нужно развивать культуру в нашей области. У нас запланирован ряд проектов по развитию поэзии. Теперь мы стали на шаг ближе, чтобы реализовать намеченные цели». В правящей партии исполняется 21 год. Председатель областного филиала партии Нур-Отана Кимобласти Ермек Маржакпаев вручил активистам благодарственные письма. «На протяжении последних 20 лет наша партия доказала свою эффективность, ответственность перед каждым казахстанцем. Число наших сторонников ежегодно увеличивается. Нас объединяет общая миссия, которая закреплена на докторе партии. Наша цель – общее повышение уровня жизни каждого жителя, чем мы все вместе и занимаемся». Среди новобранцев – учителя, врачи, деятели искусства, спортсмены и предприниматели. Стоит отметить, что на сегодня в составе партии Нур-Отан более 1 миллиона человек. Зарина Десикеева, Бейбулат Ярканат, Павел Соловьев, Кокщак Парад. Судебные процессы по 48 делам за месяц по просьбе его участников велись на казахском языке. Однако количество таких дел все же оставляет желать лучшего. Судопроизводство на госязыке стало темой специальной конференции. Всего 5% доли судебных процессов на казахском, мягко говоря, незначительны. На встрече обсуждалось и в целом текущее положение государственного языка в правовой сфере. Одно из ключевых проблем в том, что юристы используют профессиональные термины на русском языке, говорят эксперты. «Многие юридические термины используются на русском языке. У них есть несколько казахских эквивалентов. В результате теряется последовательность юридических понятий. Это очень актуальный вопрос». Судебные специалисты мотивированы изучать казахский. Араилы Мсадыкова исполняет обязанности судей 6 месяцев. Юрист, окончивший школу и университет на русском, сегодня изучает и совершенствует родной язык. На государственном ей рассмотрено уже 4 дела. «По служебной необходимости я изучаю казахский язык, читаю юридическую литературу, книги на казахском языке. Перед тем, как начать судебный процесс, мы у сторон спрашиваем, на каком языке его вести. Чаще всего поступают заявления на русском». На некоторых процессах приходится привлекать перевозчиков, что в конечном результате при переводе искажает некоторую информацию. «Уровень государственного языка и его поле обозначено в законе. В статье 7 основного закона четко это указывается. Государственный язык Республики Казахстан – казахский язык. Государственный служащий должен знать государственный язык независимо от формы собственности. Мы служим народу. А как служить народу без знания языка?» И все же доля судебных процессов на госязыке хоть и постепенно, но увеличивается. Так, если в 2016 году их количество в области составляло 0,8%, то сегодня 5%. Сколько времени необходимо для того, чтобы судебная отрасль заговорила на казахском языке? Участники конференции высказали свои предложения по расширению правовой сферы казахского языка. В конце совещания была принята резолюция о применении государственного языка в судебной системе. Мурсултан Ибраев, Ауганбек Манарбекул, Дархан Мужубаев, Абайтулиген, Кокши Акпарат. В Казахстан Мария Азарова переехала из Украины еще в начале Второй мировой. Сегодня ей 90-е живет в Кокшатау. Настоящее ее имя Марта Семки. Дело в том, что русская она лишь по документам, фактически немка. О нелегкой судьбе девочки, эвакуированной на чужбину без родных, расскажет Асель Турар. Мария Азарова родилась на Украине в 30-м году. Родную маму, признается, не помнят, ведь та умерла, когда девочка была совсем маленькая. Отца расстреляли, как врага народа, еще перед войной. Восемь лет попала в приемную семью, в которой уже было четверо детей. А потом началась Великая Отечественная, и новой семье стало не до нее. Поселок фашисты разбомбили, а жители эвакуировали в Казахстан. Дорогу на поезде, как тогда казалось, в никуда, наша героиня отчетливо помнит и сегодня. Говорили, чтобы за 3-4 дня собрались. Ну, которые так умны были, то быстро резали, тушили мясо, солили, хлеб пекли, сушили, день и ночь работали. А которые приняли, да куда нас повезут, никто никуда не повезут. Ну, вот те начали сразу голодать. Какая деревня, бегут в деревню, меняют там тряпки уже на еду. Ну, а меня солдаты кормили, я не голодала. А Куль, да, потом вот это, туда привезли, было село Никольское. Машу разместили в доме русской бабушки. Девочку выкупали и дали чистую одежду. Соседи были казахи, она помнит, как удивилась лановатому вкусу курта. То есть зимой девочка осиротела в третий раз, бабушка умерла. Она снова училась жить одна. Ходила в школу в третий класс. Пошла, и у меня не было одежды. Я ходила пока тепло, а потом в мороз как пошел, а мне охота в школу. Я так оделась чуть-чуть и босиком прибежала. Уже земля мерзлая была. Я прибежала, все ножки поколола, красные ноги. Я забежала в класс. Дети есть дети, ха-ха-ха. Босой прибежала. Учительница запретила. Ну-ка, перестаньте. Я прошла на свое место, села сразу ноги под себя. Она подошла, мне погладила. Ну, а я даже не расплакалась. Я хотела в школу, а раз нет, а пошла. Тягоды судьбы Марию Азарову сделали только сильнее. Вышла замуж и родила пятерых детей. Сегодня у нее 12 внуков и 15 правнуков. Их родина – Казахстан. Отзывчивый и гостеприимный. Благодарю Бога. Молимся, чтобы мир был в Казахстане. Всегда молились за народ. И сейчас молимся. Хотя не везде спокойно, дочь. 8 марта Мария Азарова отметит свое 90-летие. На юбилей соберется вся ее большая семья. Гражданская оборона и первая помощь в каждом доме. Под таким девизом пройдет Всемирный день гражданской обороны в этом году. В связи с этим школьников ознакомили с техникой пожарной безопасности. Пожарная часть номер 2. В микрорайоне Сыра-Арка состоялся день открытых дверей. Вниманию школьников были представлены 14 пожарных и 6 спасательных машин. Спецтехника в основном заводится из России, но есть и отечественная. Сегодня нам провели курс о гражданской обороне. Очень хорошо подготовлено все. Увидели и тушение пожаров, и спасение пострадавших. Очень все понравилось. Пожарная часть в микрорайоне Сыра-Арка. Спасибо. Всемирный день гражданской обороны был учрежден 1 марта 1972 года. Казахстан присоединился к уставу Международного дня гражданской обороны 24 года назад. С тех пор праздник отмечается в первый день весны и по традиции начинается с дня открытых дверей. В рамках данного мероприятия на территории области во всех объектах образования будут проводиться уроки безопасности и открытые уроки. Также будут проводиться учебные тренировки по сигналу «Внимание всем». Данные мероприятия пройдут во всех подразделениях. Также будут проводиться дни открытых дверей в спасательных и пожарно-спасательных подразделениях департамента. Таким образом, школьники подробно ознакомились с пожарной службой и техникой безопасности. Ребятам показали, как оказывать первую помощь в случае возгорания. Для некоторых полученный опыт может повлиять на выбор профессии в будущем. Анель Бесенбаева, Айгульмар Захаликаза, Василий Вережников, Жахангер Мукамбетов, Кокчьяк-Парад. И в завершении выпуска о новостях спорта. Золотым призером на чемпионате страны по армрестлингу стал спортсмен из Акмолинской области Дмитрий Тюков. Показал лучший результат среди 33 соперников. Дмитрий Тюков – чемпион мира по армрестлингу и мастер спорта международного класса. На приходящем в городе Актобе чемпионате страны среди мужчин он выступал в весовой категории 65 килограмм. Как признается Дмитрий, это его первое выступление в новом весе. Раньше это было 60 килограмм и только со сверстниками. Ведь спортсмену всего 20 лет. Категория у нас очень была тяжелая. Во-первых, у нас было 33 человека и 10 человек у нас было прям сильных. Ребята были чемпионы мира среди молодежи, юниоров, среди взрослых. Призеры чемпионата мира, призеры чемпионата Азии, чемпионы Азии. Вот у нас было таких крепких 10 ребят. То есть конкуренция была очень большая. Залог успеха – это, конечно, трудолюбие. Не пропускать тренировки. Главное – трудиться, не бояться трудностей. На чемпионате приняли участие около 400 спортсменов со всего Казахстана. В честь региона защищали 9 спортсменов. Илья Ильин – заслуженный тренер Республики Казахстан, мастер спорта международного класса, президент областной федерации гиревого спорта и армрестлинга, лично готовил ребят. «Теперь будем готовиться сначала на чемпионат Казахстана среди молодежи, который пройдет в марте месяце, а потом уже будет чемпионат Азии. Потому что Дима у нас еще не вышел с молодежного возраста, но уже успешно выступает и по молодежи, и по мужчинам». Чемпионат Казахстана – первый этап для акмольнских армрестлеров. Спортсмены настроены на победу на предстоящем чемпионате Азии. Соревнования пройдут в Алматы в апреле. Рамиль Дусумов, Абзал Балтабаев, Боржан Смогулов, Шакан Тау-Киев, Кокшек Парад. На этом наш выпуск подошел к концу. Благодарим за внимание. Смотрите новости и оставайтесь в курсе событий. С вами была Жамал Габдулина. До скорых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова